Голливудские звезды 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 поскольку она была довольно сильно связана с самой Хёрд и о ее непредвзятости говорить глупо. Но что было, то прошло. Однако это не совсем так. Признав правоту де Сан, суд практически предсказал исход главного суда. Только вот ключевым аргументом судьи по поводу достоверности информации в газете было то, что госпожа Хёрд не может врать, ведь она чистой душей человек и жертвует огромные деньги на благотворительность. Джонни пытался доказать, что Эмбер вышла за него исключительно ради денег, но суд не принял ни единого слова во внимание. Ссылаясь на те самые акты доброй воли в виде благотворительных пожертвований. Но если этих самых пожертвований не было, и Хёрд действительно прикарманила бракоразводные деньги, то и каждое ее слово может ставиться судом под сомнение. Не будем поднимать пыль с аргументов о том, что суд в принципе игнорирует реальные доказательства невиновности Деппа и опирается исключительно на честное слово сильной и одинокой женщины. Если в результате расследования выяснится, что Эмбер все-таки прикарманила бракоразводную сумму, это может полностью поменять расклад событий. Данный контраргумент может вновь поднять дело против газеты The Sun. Но самое очевидное, ложь Эмбер повлияет на главное судебное заседание. Смекайте? Но что это значит для карьеры Джонни Деппа? Откровенно говоря, пока что практически ничего. К сожалению, правила отмены слабо работают в обратном порядке. Господина Кевина Спейси суд полностью оправдал по всем делам о сексуальных домогательствах. Но где теперь Спейси? Его карьера была полностью разрушена, и лишь недавно актер получил первую роль после начала скандала. Суммарно прошло 4 года после того, как интернет облетела новость о том, что Кевин домогался чуть ли не каждого второго на съемочной площадке. И лишь сейчас, после всего этого и после оправдательного приговора, ему досталась роль в малоизвестном артхаусе от малоизвестного итальянского режиссера. С Джонни Деппом ситуация обстоит немного иначе. До момента скандала с Эмберхёрд наш старичок значился сразу на нескольких ключевых ролях в известных франшизах, среди которых отметим капитана Джека Воробья и темного волшебника Геральта Гриндевальда. Со вселенной Джоан Роулинг Депп точно попрощался, так как, вводя в игру Матса Миккельсона, глупо будет потом опять возвращаться к Деппу, при том, что в первой части Гриндевальда вообще играл Колин Фаррелл. Теоретически, если у фантастических тварей все-таки будет целых 5 частей, и последняя выйдет где-то в 26-м, Джонни может появиться там с крошечным камео, на секунду показав свой истинный вид, но не более того. С пиратами так и вовсе тут все очень сумбурно. С одной стороны, перед нами Дисней, компания, которая превыше всего ставит свою репутацию и готова выкинуть из фильма в кого угодно, дабы не нарваться на хейт зрителей. С другой стороны, все последние новости о продолжении пиратов без капитана Джека Воробья были приняты в интернете, мягко говоря, негативно. В принципе, вы и сами можете написать в комментариях, что вы думаете о новой части пиратов без Джека. Поэтому выпускать такой проект очень и очень сомнительная идея. Аналогию можно провести на примере охотниц за привидениями, которые были приняты негативно еще на этапе анонса, но студию было уже не остановить, и мир увидел то, что увидел. Дисней ребята вроде умные, и после оправдательного приговора Джонни Деппа, они таки могут рискнуть и запихнуть старичка обратно в одну из своих любимых прибыльных франшиз. Возможно, именно поэтому пока что о новых пиратах информации попросту нет. А все слухи о женской версии франшизы не более чем ранний черновой вариант сценария, коих может быть с десяток, в одном из которых Джек Воробей все-таки играет главную роль. Просто Дисней любят нагонять хайп, особенно в последнее время. Например, сериал о Бобби Ване Кеноби анонсировали еще летом 19-го, в то время как слухи о его сольнике ходили еще эдак с года 2010-го. Но сериал выйдет только в следующем году, то есть с момента официального анонса пройдет три года. То же касается и продолжения «Пиратов Карибского моря», которые должны официально подтвердить на каком-нибудь крупном ивенте от Дисней, после чего как минимум два года мы будем находиться в полном неведении о судьбе проекта. Таким образом, по самым скромным подсчетам, новых пиратов не стоит ждать где-то до 23-го. А то и позже, если Деппа оправдают в следующем году, то к моменту релиза «Шестых пиратов» остаточная волна хейта подзатихнет, и Джонни может вернуться на большие экраны. Как видите, маленькая победа дает большие возможности. Мы верим в честность, поэтому искренне надеемся, что Джонни ждет удача и парень не опустит руки. Так что заглядывайте в соцсети актера, напишите что-нибудь приятное в комментариях под его постами, и пусть он и слова не поймет из этого, но будет чувствовать нашу поддержку. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!